И вот так нежданно-негаданно подкралась, наверное, уже четвертая серия. Что у нас сделано? У нас перебрана вилка, уже полностью, то есть в ней залито масло, все есть. Также собрана рулевая колонка, и, кстати, вот то, о чем я говорил. Руль теперь идет абсолютно без каких-либо рывков, зависаний и прихватов. При этом люфта нету. То есть вот я отпускаю пальцем, а он сам идет. Дальше у нас был почищен суппорт, заменены колодки, все здесь на медной смазке, на всех вот этих вот делах интересных. Все помазано, почищено, даже уже прокачано. Как видим, тут колодочка зажата, имитация тормозного диска. В машинке тормозной был просто ад. Ну, кому интересно, посмотрят по ссылкам фотки в ВК. Это не столь сложно. Была странная история с карбюратором. В общем, мотоцикл крутился максимум до 7000, а дальше упирался, начинался чадить чернющий дым. Ну, то есть не сгорало топливо. И все это как-то очень было странное. Поменял сетчу, поменял воздушник, ситуация не изменилась, уже думал, что зажигание. Вот. Но, как оказалось, тут же у нас карбюратор вакуумный идет. И один край мембраны был вырван. И то есть сколько-то хватало вакуума, чтобы поднимать. А когда выходишь на большие обороты, просто льется огромное количество топлива, но не поступает воздуха. Вот. Все это устранилось банальной чисткой и нормально вставил мембрану под верхнюю крышку. Вот. И да, до этого он заводился без подсоса. Сейчас он заводится исключительно только с подсосом. В целом, как и должен был бы заводиться. Единственное, здесь фиксации подсоса у нас нет. Но попробовать можно. Сейчас я вот так поставлю, сделаю чик-чик. Ну и, собственно, вот это я пока держу подсос. И он тихонечко-тихонечко у нас работает без единого постороннего стука. Ну, соответственно, я поменял в нем масло, настроил клапана, чуть-чуть выставил уровень подпалковой камеры. И все это вот так вот замечательно теперь работает. Вот он все подсос, я до конца убрал. Он работает, я не знаю, но это сверхнизу, это вот в районе тысячи оборотов. Но это совсем ни о чем. Собственно, логичный вопрос, наверное, для внимательных возник. Если все перебрано, то почему я не собрал все это воедино уже сейчас? А проблема в том, что изъявил желание владелец поставить гофры в вилке, и гофры были куплены. Я, честно говоря, не знаю, кто производитель, но, вероятно, какой-то Китай. Но гофры эластичные, отверстия просверлены, чтобы воздух выходил. И все это сделано прямо вот в лучших традициях Японии, и они идеально встанут на йобрик. Были европейские йобрики, на которых вот тут вот на пере была выборка, ну, то есть под посадку гофров. У нас такой нету, но в целом в этом нету абсолютно ничего страшного. И без нее все прекрасно усядется. Ну, собственно, да, все это натянется сейчас, потому что эта штука, она мягкая, эластичная. И все будет прекрасненько. Вот. Ну, соответственно, моторчик у нас работает, врум-врум делает. Ну, и по поводу затупа. Теперь его... Теперь его нету, мотор крутится в бесконечность просто. И вот, ну, сбросился газ, и он опять не глохнет, ничего. То есть, после даже больших оборотов, плавковая камера успевает наполняться, и топлива ему хватает. Ура, ура, какой я молодец. Вот. И на этом четвертая серия будет закончена. Останется пятая заключительная, в которой еще раз осветится все, что было проделано с этим мопедом. И на этом пока все.